Вернёмся, значит, к моим реакциям. Я тут такая, вчера, нет, это было не вчера, а может и вчера, решила всё-таки сделать что-то из эпоксидной смолы. То, что я заказала в фикс-прайсе, вот, получилась фигня из-под коня. Потому что вот эта вот формочка, которая пришла с Алика, здесь я, собственно, заливала своё колечко. А вот. Оно, конечно, влилось туда, но очень быстро застыло, из-за этого получилась вот такая клякса. Но вот здесь получилось даже что-то похожее на кольцо. Вот это нужно будет всё убрать, отшлифовать, и будет колечко. Правда, оно будет дырявое, колечко. Ну, ладно, пофигу, потому что фикс-прайсовская эпоксидная смола замерзает просто в стаканчике, хотя должна переливаться в форму, а потом застывать. Но не покупать ничего в фикс-прайсе. То, что я заказала на Алике, оно до сих пор ещё немножко жидкое. А вот формочку залила. Будут вот тут такие... Я не знаю, как это назвать. Пока что вот оно даже... Я там блёстками засыпала, просто без всякого окрашивания. У меня пока нет краски. Но интересно, что получится, в общем, из этого добра. Потом как-нибудь покажу, если не забуду. Следующая заявка. Вообще такая просто не в тему про эпоксидную смолу. А почему я про эпоксидную смолу заговорила? Я тут наткнулась на группу ВКонтакте. Очень прикольная группа. Чердак называется. Или чердачок. Как-то так. И там люди продают за бешеные-бешеные деньги украшения из эпоксидной смолы. Конечно, там и работы валом намного больше. Но я посмотрела просто расценки. А мне захотелось прям это колечко какое-нибудь. Они настолько красивые, эти кольца из эпоксидной смолы, что я захотела себе что-то такое же. Но так как расценки там, не знаю, от трех с половиной до бесконечности, я решила, что дешевле просто самой заказать на Алике формочки себе и сделать себе то, что я хочу. И это действительно намного дешевле. Учитывая, что на вот это добро я потратила около тысячи рублей. То, что я заказала на Алике. А вот. Ну а тут у меня получится в десять раз больше. Не суть важна. В общем, вот такие вот у меня идеи, цели и вещи, которые мне захотелось. Захотелось мне что-то... Какие-то изделия из эпоксидной смолы сделать. Я посмотрела несколько уроков на Ютьюбе и поняла, что я могу это сделать своими руками. Всё, погнали. Турар. Следующая заявка. Такая вообще к месту. Очень к месту. Турар. Заявка на песню. Писана на латинице. Сейчас сломаю себе мозг. А, рядом написано на казахском, слава богу. Мондыолен называется. Вот. Я просто пыталась прочитать сперва на латинице и не смогла. Мой мозг не воспринимает латиницу. Сразу говорю вам. Я говорила об этом уже миллион раз в своих реакциях. Но, возможно, кто-то смотрит единственную реакцию из тысячи, которая у меня выложена. Поэтому не в курсе о том, что для меня чтение на латинице это то же самое, что иголки под ногти совать. Вот то же самое примерно. Плюс-минус. Я так понимаю, перевода песни нет. Ну, давайте будем смотреть так. Две недели назад вышла. Раз, два, три. Это целый фильм. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Клип «Поддержку женщин» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одна из главных проблем нашего общества Клип Не клип, а целая история Жаль, что наши матери и жены до сих пор испытывают такое Двадцать первом веке Давайте вернемся лучше к моей эпоксидной сомоле Сейчас так не вместо Спасибо за заявку Никак не хочу комментировать Спасибо, пока